Уважаемые коллеги, онкологический форум, который все знают, «Белая ночь», ну, соответственно, и проводится во время «Белых ночей». Раньше это в самом начале июля, в этом году, так получается, в июле. Надо сказать, что вот это мероприятие, оно, в общем-то, уже насчитывает историю свыше 20 лет. 20 лет назад была какая-то международная конференция по раку молочной железы «Белая ночь». Это была только одна локализация. Собирались все наши коллеги стран Европы и Америки, и Америки, и обсуждали все вопросы ранней диагностики, как и сейчас, современного хирургического лечения, сохранного лечения, и, конечно, системной терапии с целью максимально улучшить отдаленные результаты и перевести пациентов неоперабельно, запущенными формами опухоли. Таковы есть в любой стране, нас еще не так много. Сохранную хирургию. Мы уже перешли на конференцию «Белая ночь», тоже международную, по всем основным локализациям. Нам удается собрать наиболее представительных и лучших наших друзей и уважающих Россию специалистов, из Европы, из Азии, и, конечно, Северной Америки. Ну и, естественно, всех наших, из всех ведущих из областных центров, из диспансеров. То есть, в целом, насчитывает тоже такой большой сбор для всестороннего обсуждения проблем опухолей и любой локализации. Включая все методы лечения и, самое главное, перспективы каких-то более эффективных способов лечения. И, естественно, и это понятно, что лучше всего поддаются излечению ранние стадии заболевания, онкологически в частности. И поэтому вопросы организации скрининга опасным направлениям. Лучшие достижения мировые и российские и так дальше. И рентабельность таких мероприятий. Потому что, чем раньше выявляются заболевания, тем дешевле вся вот эта вот линия оказания лечения местного, хирургического, лучевого, химиотерапии, все это удешевляет. И самое главное, она приводит к увеличению выживаемости пациента. И очень многие пациенты, таких все больше, и они тоже собираются. И они будут присутствовать и на нашей конференции, которая многие года назад лечились или в нашем институте, или в других учреждениях, онкологических диспансерах. Вот они тоже собираются, обсуждаются. Это доказательство успеха, успешных подходов к выявлению и лечению. Конечно, надо было бы говорить о профилактике, и об этом тоже будем говорить. Но часто это понимают, многословно, то есть можно какой-то получить там, получать препарат, который как-то даже рекламируется, поливитамидный и прочее. Но мы рассматриваем Шиле. Во-первых, профилактику с точки зрения скрининга, так называемой вторичной профилактикой. Если мы выявляем сверх ранние стадии, минимальные, которые даже методы изображения не сразу выявляют. Это означает для этих пациентов излечение заболевания. Но я в основном как бы ориентируюсь на опухоли женской репродуктивной системы. Это номер один. У нас все врачи опухоли. Опухоль молочной железы, матки, яичников. Ну, молочная железа вообще самая частая опухоль у женщин. И очень важно, иногда вот эта заболеваемость как бы ошибочно трактуется как нарастание. На самом деле, успех скрининга приводит к более частому выявлению минимальных опухолей. И общее число выявленных больше, чем в предыдущие годы. Но они объявлены те, которые наверняка будут излечены от заболевания. Ну и конечно другие. И мы понимаем, что все еще и по разным причинам бывают и запущенные стадии заболевания. Если мы будем говорить только об успехах и только высочайших результатах, то многие пациенты, которые получают лечение по поводу вот такого вот распространенного заболевания, а такие пациенты во всех странах есть, вот, это будет как бы неправильным подходом. Просто надо знать, что арсенал средств системного лечения, химиотерапии, гормонотерапии, а в последнее время иммунотерапия, он расширяется, он становится уже не таким токсичным и удается избежать многих ослаждения, потому что очень часто успех излечения вот самой опухоли приводит к заболеванию других систем кровотворных и так далее, которые могут наносить колоссальный ущерб этому пациенту. Поэтому надо с самого начала предупреждать, во-первых, всех лечащих, как оно нужно питаться, как себя вести, что может быть. И не только с их согласия, и только с обсуждением семьи пациента можно назначать какое-то высокоэффективное противопухоль лечение, но имеющие свои побочные ответы. К счастью, они потом, как правило, проходят, но все это надо говорить. Я думаю, что, как всегда, вот скажем, у меня главный раздел это опухоли молочной, что здесь как самая чистая опухоль, мы собираемся и сравним наши стандарты лечения, медздравовские, вот российского обслуживания Мобола, по которой тоже будет представлена, русская так называемая, московская. В общем, они соответствуют как бы международным стандартам, но необходимо обсуждать и сравнивать, вот как наши врачи понимают, допустим, выбор лечения при каких-то обстоятельствах. Очень много признаков, кроме стадий заболеваний и возраста, которые характерны заболевания. Там серия, масса биохимических, иммунохимических и прочих признаков, по которым нужно правильно выбрать лечение. И вот мы сравниваем международную конференцию Сангален, которая проводит в Вене каждые два года, и мы участники той конференции уже в течение более 20 лет, и мы сравним, как наши практические врачи или наши, так сказать, элиты, наиболее продвинутые, наиболее выдающиеся, мы сказать, специалисты, как они понимают и как они голосуют на какой-то метод лечения, вот сравнивая различные подходы и совпадают ли наши вот эти, так сказать, подходы с международными стандартами, которые вот только что сформированы в марте прошлого года. Это тоже очень важно. И, конечно, очень для нас и для страны важно, что из всех диспансеров, из всех центров деятельности проходит онкология, где диагностика, лечение, представители всех этих организаций и, конечно, общества, российского общества онкономологов, все они будут присутствовать на всех наших конференциях, докладах, лекциях, обсуждениях, в конце которых мы издадим, ну как это раньше было, а сейчас особенно важно, издадим такие рекомендации, которые вот на основе как бы анализа всех современных подходов в других странах и в России. Ну, имея в виду, что это рекомендации должны быть обеспечены соответствующим лечением. Не просто мы там приняли, вот сейчас мы только что знакомились с рекомендациями в Египте, как бы страна, не самая богатая, но они тоже проводят вот такие сравнения. И они приводят к выводу, что вот врачи правильно голосуют там, когда нужна химиотерапия, облучение и прочее, но в результате экономических у них ситуаций фактически это лечение не может быть рано. В них диссоциация между правильным голосованием и реальным выбором лечения. Так у нас, к счастью, этого нет. Мы как бы понимаем, что, несмотря на все эти сложности, наши пациенты получают современное общее системное хирургическое лечение. И это очень важно. И вот этот документ будет распространяться не только в диспансеры института, но он вообще будет доступна для анализа. Это очень просто. Чтобы сам пациент и его родственники могли сравнить, ну, получить лечение или запланированное лечение. И насколько это как бы адекватно и совпадает с подходами и правильными подходами, которые обеспечивают наилучший результат. Вот это главное, что будет проходить в июле этого года.